и снова здравствуйте всем привет и так давайте попробуем в этом ролике сделать голову франкенштейна импортируем сюда значит опять болванку забрать находим new сцен болванка готова включаем опять же симметрию ok ok детализацию где-то на четверку на пятерку ну можно так где-то на троечку поставить так 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 epic pen включен но теперь рефа немножко так делать будем вот по этому рефу ок вот такой персонаж я в этот раз поставил картинку посередине хотя это очень интересная штука но так как скульпт из альфа 6 более-менее на ровная модель по центру лучше конечно использовать центральную картинку просто уводите когда в бок тут идет искажение видите да поэтому давайте лепить спереди так уведу пока болванку в бок посмотрим из чего состоит наш персонаж так первым делом что у нас тут происходит у нас высокий лоб выведены вперед вот эти вот как бровные духи да прям как бы нависают на глаза большие веки вот они здесь вот видно что это прям вытянутые такие веки толстый нос туповатый большие значит ноздри вытянутые ну здесь явно вы выявлено вот это вот мышца маленькая значит у него вот эта скула большие мешки под глазами потом туповатый такой ну как бы прямой рот вот эта губа верхняя и нижняя тоже вот он квадрат выявленный а здесь мышца вот она накид подбородок значит овальный скула квадратная и большие уши так лоб высокий все принципе анализ вот такой где-то так вот еще мышца ее можно отметить вот эту мышцу можно тоже отметить здесь вот в принципе тоже над губой как большая губа толстая такая и нижняя толстая вот он тоже будет ну с этого момента и давайте начинать так удаляю все рисунки погнали теперь уже можно по памяти так начнем опять с выглаживания выглаживаем сначала лоб выглаживаем скулы так немножко до оформляем челюсть выравниваем исправляем сетку над губами подбородок в принципе вот эта болванка соответствует тоже вот правильно она сделана вот этот обрубок и получается что если правильно сделана болванка то значит проблем с персонажем не будет так это все дело тоже выглаживаем сразу можно заняться первым делом чем ну давайте вытянем уши пока мы тут ничего не делали вытягиваем уши и отводим их ведь они большие вытянутые бок и чуть-чуть они у него даже не чуть-чуть а прям хорошо выявлены но это перебрал но все равно сейчас будет долетливаться все и будет все хорошо так используем теперь маску выделяем вверх вот этот так попробуем как вот с интенсивностью побольше кстати маска оказывается рисует на флаты не так флаты а вот она маска переключается флата на на маску но прикольная штукенция я так маской здесь в основном не работаю это вот считай раз двадцатый или десятый это по необходимости control и сочетание клавиш и тут какой вопрос это дело можно вытянуть кисточку побольше и мы это все дело можем вытягивать можем докидывать массу тут уже на ваше усмотрение ну все вот в принципе больше не надо так немножко это вот где квадратное будем делать это уже сейчас будем долетливать переключаемся на кисточку drive включаем флатом и погнали в разные стороны долетливать вот этот чердак как можно клэй отключить накидать без клэя вот эту часть ну а верхнюю по любому по любому только с клэем вот эту часть значит мы закидываем клэем чтобы более-менее поровней было и опять же под разными углами это вот сейчас пока набросок сильно к нему придираться не будем наметка прошла нам главное control и снимаем маску нам главное сейчас увидеть в этой болванки самого персонажа как добавляем ускула маленькая но я добавлю побольше так интенсивность побольше порисует она мало так вот грубовато я пока все это дело накидываю как следом давайте добавим вот эти дуги ровные накидываем 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 массу стрихуем под разными углами я уже это неоднократно повторял вот и вот это все дело кисточку граб поменьше нужно сделать ровный лоб это первое и все вверх приподнять вот эти части даже можно еще побольше не суть вопросом потом еще подгоняться будем если стилизованного делать то здесь вообще вопросов нету еще проще но нужно сделать именно как вот этот персонаж выглядит вытягиваем скулы вариант вот этот вариант я уже показывал да вот мы его подводим вытягиваем вытягиваем побольше нос полностью не вытяните но общий вид тут этот подбородком соседи он попадает чуть-чуть пониже и подальше отводим скулу уже красавчик вот уже считай ничего такого а добавив какие-то прикольные черты лица могут быть стилизованный такой франкенштейн ну конечно еще с доработками так следом что нам понадобится нам понадобится отрезать губу нижнюю она будет где-то у тут так и значит над этой губы накидываем короче накидываем массу вот этой всей нижней губы она должна у нас быть большая большая и значит она должна быть вытянутая и здесь вот побольше вот эта часть вот вот эта часть теперь вот можно как у обезьяны вытянуть вот так можно чуть-чуть выгладить теперь нарисуем ту мышцу которую я показывал вот эту и накидаем на нее массу драйв без клэя проведем просто полосу ну а теперь включаем клэй и накидываем вот такую вот полоску выравниваем накидаем нижнюю значит массу вот этой губы нижней мы до оформляем овальную делаем овальный делаем подбородок опять же накидываем массу в разные стороны здесь у нас идет широкая подрезка вот такая губа верхняя сейчас доработается нижняя остается на своем месте а вот грабом нужно вот этот подбородок вытащить побольше и значит он такой как бы туповатый но овальный вот такой формы так рот немножко компонуем нос нос опять же у него широкий можно еще клэем здесь добавить массу и уйти вот на эту мышцу сейчас я вам еще порисуем так вот здесь выходит тут это переход на нос здесь вот допустим сейчас ноздри будут а вот это мышца идет ну а и у вас есть но у всех есть это мышца здесь идет у нас скула здесь сейчас мы выберем пазы для глаз и добавим мешки под глазами ну а потом когда все это будет добавлено кстати здесь еще туповатый это это выборка здесь квадратный вот другу надо будет чуть сбоку больше вывести здесь выемка будет у нас и накид мышцы вот сюда ну а потом уши и все остальное как добавляем сразу ноздри это уже можно без клэя ноздри побольше не бойтесь здесь накидывать массу я всегда говорю что скульптиску скульптис альфа шестая она любит именно как вам сказать большой объем большую массу именно так и здесь у него нос большой раздутый горбинкой чуть-чуть маленькая горбинка у него вот этот переход на сапатку так ну и сапатка принципе она островатое значит ноздри уходит чуть дальше вот эти моменты тоже нужно как бы запоминать примечать как ноздря у него большая вытянутая но теперь флаттеном выравниваем губу по центру и нижнюю тоже выглаживаем нижнюю губу так вот ну как ровная была и вытаскиваем ее тоже вот эту часть она куба квадратная то дальние части мы больше надуваем о вот так централку тоже выводимся массу тут накидаем масса будет накидываться без клэя просто полоску распроводим потому что вот будет потом отделяться и нам нужно будет потом доделать это все выбрать здесь я делаю именно эти болванки только вот по губам что не так смотрим губа сильно большая поэтому нам нужно вот эту часть приподнять ротовую по подбородку нижнюю нужно еще больше увести верхнюю чуть чуть больше поднадрать это получается вот таким вот образом нижний подбородок в принципе можно еще чуть-чуть от низ вывести и значит скулы скулы чуть чуть пошире височная часть это тоже затылочная должна у него быть больше вот эта часть потому что она у него как сказать собранная до лоб переход есть брови нависают аж на на глаза и ровно здесь должен получиться у нас квадрат на такой угол но опять же переносится должна чуть-чуть присутствовать как по вискам так виски вдавлены значит вот это выходит еще больше вот так здесь идет видите вдавлено а это она как бы нависает маской полоской одну просто это green как под глазом маленькая значит это стукенция сейчас я до оформил здесь еще есть кость но так идет здесь у него обрезка значит здесь идет у него сама вся эта масса это вся одна масса ну за исключением вот этой выемки треугольника так делаем от глаза подрезку здесь идет подрезка намечаем сразу мешки под глазами здесь вот проходить и намечаем сам глаз чтобы его потом нормально выбрать где-то вот такая штука теперь выбираем кисточку драйв нажимаем но можно склеим можно без твои через alt все это дело как я раньше вам говорил выбираем прям по полной выбирайте там побольше и вот вверх уходите вот туда вот сюда будет хорошо делается сетка и глаз будет именно находиться в нормальной пустоте не то что там ну и легко будет делать потом кости вставлять подрить допустим все это где-то вот такой персонаж что еще так нам нужно до оформить эту впадину вот видите здесь вот я вам сейчас ее опять нарисую вот она идет вот эта впадина у нас она явно выявлена так здесь уходит мышцы вот делаем сейчас вот этот треугольник эту впадину желательно ее сначала нарисовать это кризисом так глаз это получается вот здесь она будет проходить вот так вот теперь выбираем кисточку драйв от контрол снимаем и через альт можно даже клеим клеим будет лучше делаем этот треугольник так выглаживаем мышцу носовую выглаживаем вот этот кастец таким вот образом так это интенсивно сильно стоит лучше работать на низкой или средней интенсивности чтобы ничего не разламывалось так теперь по глазам клеим накидываем вот эту массу сюда мешковину вот это делаем ну опять же накидываем все под углами вот чтоб свисала аж и делаем надрезку вот этому глазу вот такой волной и уходим на мешки под глазами сейчас я вам еще нарисую это дело вот такую волну и несколько раз ее прорисовываем вот эту часть уже не трогаем просто вводим рисуем отбиваем те места которые будут сейчас подлежать переработке ну и накидаем массу сначала драйв клея включим нам нужен здесь вот хороший такой слой вот так вот ну как ухо почти лепите немножко теперь крис ставим чуть-чуть интенсивности и вот вводим потихоньку потихоньку все это дело значит дорезаем чтобы именно были вот эти волны так есть такое дело глаза у нас посажены чуть-чуть значит вот эту часть вперед так эту пониже сейчас скулами еще займемся так 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 и вот здесь прям вот здесь еще у нас уходит паз так немножко скула поменьше а на дартон здесь выходит побольше и вот эти части они пардонки они у него не подняты а вот здесь вдавлены вот так и вдавлены от носа и вот здесь идет переход на скулу ну на зубы так теперь еще поравнее делаем вот эту часть губную губы так по носу по носу ну в принципе по носу я попал так единство что возможно это скула еще дальше уходит дальше ухо так это а ну да он франкенстейн и получается ухо как будто на пришита не знаю к чему он тут пришита этой части вот здесь углаживаем так что еще там но пока веки не добавим вот этот весь вид весь кайф этого персонажа сразу будет невидим так здесь часть надутая вытянутая тоже как бы квадратом наверное так во здесь чуть сглаженная но здесь где вот эта трещина вот эта стыковка здесь по-моему у него как бы больше должна вот эта часть она как бы еще больше должна быть сейчас это кризом и здесь уже за счет волоса вот этой полосы не видно она как бы наверное будет сглажена так ну там я что-то шишку надул шишка нам не надо шишку убираем надуваем висок о все так по шее шея чуть-чуть вниз так затылочная часть шеи чуть-чуть вот вот так где-то должна быть наверное это же франкенштейн и у него чердак вот эта черепушка должна быть поменьше вот от уха мы ее поднимем а шею сделаем потолще сзади тогда уже совсем другой вид так эту часть можно растянуть сильно кстати не надо такие части растянуть потому что сетка начинает ломаться и получается ай-ай-ай вай-вай так ну вот волос идет у него до низа и здесь вот черепушка у него ровная вот здесь получается тогда еще больше оттягиваем выбираем кисточку крист ну переход все равно оставляем так ого интенсивность какая стоит была так даже еще поменьше вот что еще у нас порту порту у нас не хватает значит вот этой массы нижние губы не хватает так еще больше выводим вот теперь верю и сейчас подрезка будет ну как бы под углом здесь тоже добавим массы вот там здесь будет ровная часть а здесь сейчас хватаном так чуть чуть поведем на это вот таким образом кстати вот кто заметил как я леплю у меня нет такого что я прям раз и начал дорабатывать губы вот сейчас привлекло внимание вот это ноздря и я уже переключаюсь на нее потому что ну как предчувствие что ли вот позвала она ее исправить я ее исправил я сразу это заметил дело и лучше это дело сразу сделать чем потом гадать почему кто-то не так в нем глаз когда вы лепите глаз постоянно бегает от деталей к деталям и поэтому я не сосредотачиваюсь на допустим на губе я не сосредотачиваюсь на этом на челюсти потому что у меня глаз именно перемещается по всему персонажу я смотрю вот сюда тут же глаз у меня прыгает вот сюда допустим тут же я замечаю нос и тут у меня уходит на ухо и вот чтобы вы понимали вот с персонажем я работаю где-то вот в таком ракурсе да там вот эти все точки я ну так по ним пробегаю их не так много это я нарисовал больше но в основном точка это нос точка это вот глаз точка это челюсть точка допустим ротовая часть но какую-то часть можно пока игнорировать она глаз сам будет это все дело ловить так теперь вот вроде бы персонаж готов да сейчас губы чуть-чуть повытягиваем вот подбородок вроде бы все то же самое все выпукло а что-то не хватает ну давайте начнем с того что у нас неправильная шея хоть он и собран из деталей но шея у нас не очень затылок задняя часть должна быть еще поднятая поднятая вот так так что еще раньше вот видите в основном ему добавили в голову фильм фильм кстати классный я на нем вырос это первые наши страшилки в ссср были франкенштейн там еще про замок где это типа призрак ну он ходил там в катакомбах сделал как будто что он умер и смотрел как кто себя ведет забыл как называется найду ссылку или название кину под роликом кому интересно так у нас не хватает вот этого перехода вот вот это вот нам нужно добавить и в принципе в принципе ничего тут такого сильно корректирующего нет если я скулу сейчас уменьшу как вот у него тут идет то персонаж будет уже не столь интересный наверное она у него очень маленькая кисточку поменьше клин и уходим вот сюда размер а как что можно попробовать и резальт как у него сделать маленькая скула и здесь вот такой типа лукорок сейчас еще боковой рев надо найти и вот эту часть подгадать вот губную смотрим подрезку губы делаем под углом она у нас значит прямоугольные считает вот таким образом так вверх тоже у нас ровный а здесь уход нос вот кинулся мне нос под этим углом и я сейчас добавлю сразу вот эту стукенцию переносицу и сразу сделаю выборку носа побольше сделаю ноздри чтобы потом гемора не было и ноздри вот так округлим так еще что тут у него под углом опять же флотом нос чуть-чуть покатый но гладкий и вот так это все делаем сравниваем с челюстью так под углом вот под таким делаем выглажку нашего вот этой части глазной и вытягиваем его чуть-чуть овало так эту часть уводим эту можно чуть-чуть поднатянуть и добавляем за ту часть которую я вам говорил здесь сначала выгладим потому что тут менялась сетка и чуть-чуть есть искажения накидываем массы вот видите у нас теперь тут за счет того что не выглажено начинается вот этот неинтересный переход его можно клэем чуть-чуть правильнее выгладить ну как набросать массу и тогда это все дело перекроется вот таким вот образом вот по рефу все вроде бы правильно да вроде бы все те же самые детали примечены вроде бы все сделано но как же это что то все равно не так так здесь можно растянуть и чуть значит попряжать и можно еще даже гланды добавить здесь здесь вот примерно здесь у нас переход все равно имеется это от кадыка. Намечаем кадык и улодку делаем под череп вот таким образом. Немножко намечаем часть, где должна подходить мышца. Можно ее даже тоже отбить. Здесь ее тоже можно сделать в шейную улодку на плечевой сустав. Сзади тоже есть мышца. Вот она делится. Здесь ее тоже можно немножко дооформить. Ну а потом все сгладить чуть-чуть. И чтобы еле-еле это дело было видно. Чтобы так сильно влаза не бросалось. Ну и добавим кадык. Кадык опять же под углами накидываем. и выглаживаем по подбородку. подбородок вылазить, надо ему еще снизу, наверное, побольше маску накидать. И чтобы челюсть была более такая оформленная, вот, срезку вот эту сделать, округлить, сделать по массивнее, вот именно округлую вот эту часть. Сейчас вам нарисую, вот эта часть должна быть массивная и округлая, тогда она будет смотреться не как вот в предыдущий раз, да? А вот именно уже вот видите, что мощь появилась у челюсти. Так, и что я еще ему забыл сделать, я хочу ему накидать вот эти мышцы побольше, вот сюда чтоб уходила и стыковалась она как бы за главную должна выходить. Вот таким образом. Следом, что еще, отбивки нету челюсти, подбородка, и вот здесь вот идет выкат, чтобы как пьянка была. Так, здесь у нас выкат, вот этого не должно быть. Здесь выглажка идет, обрезка, и вот эта скула, вот эта нижняя мышца уходит вот сюда. Выгладываем, но вот эта губа, губа, отбивка должна остаться. Так, вот таким образом. Сильно не надо, но она должна быть видна. Так, ну давайте еще немножко с губой повозимся. Так, и здесь она идет толстоватая, а здесь она идет вот с таким фазом. Вот, и докидаем немножко вот эти вот части, переходы. Выгладим губу. Здесь у него идет от носа чуть-чуть впадина, а здесь идет на губу накид. Ну, такой вот, как бы, волнистый переход вот такой. А квадратность дают именно вот эти вот, вот эти вот части. И получается, губа у него должна быть вот так вот ровная. Здесь у нее идет вот так. Здесь вот дается вид типа квадрата. Потом уходит так и уходит вот так. Вот этот переход мягкий должен быть. Ну вот, это по одному рефу. Давайте я сейчас ухо доделаю. По уху опять же что? Ухо у нас выходит на вот этой именно модели, на этой барланке. Нужно вот это все дело прогладить. Почему? Потому что, когда потом начинаешь ее именно рисовать и резать сразу, начинается тут ломаться сетка. И вот это дело тоже не есть губ. Так, ухо. Ухо у него овальное. Примечаем сразу форму уха. Волна. И такая вот ракушка у него. Оп. Вот. И глубоко вот эта штука вся посажена. Волна крупная идет по низу. Мочка в принципе отсутствует. Ну вот, пробуем повторить. Значит что? Сначала делаем дисклея альтом, драйвом. впадину вот эту штуку. Ее можно делать побольше. Почему? Потому что ухо глубокое. И глубину уха мы подчеркнем, значит, каким образом. Здесь нижнюю часть через шисть выглазываем. Она уходит чуть-чуть вглубь. Вот так вот. Сама вот эта часть будет попорченная. Видите, перекрутка у нее такая. Так. Батарея подсела. Видать, уже где-то минут сорок сижу. Так. Ну давайте вот выборку вот этого сухового агрегата выберем. И здесь кисточку, значит, поменьше, а интенсивность побольше. Через вальс проводим. Рисуем вот эту вот саму тупенцу и поверху ее дорисовываем. Так. Теперь клеймим интенсивность поменьше. Чуть-чуть дорабатываем мочку уха. Вот так вот. Докидываем. И здесь сережал тоже не оттянул. Выборку можно делать ее, опять же, повторюсь. Лучше все делать под углом. Тогда это все происходит более-менее ласково-нежно. Так. Ну и вот таким вот образом, короче. Следом, вот от этой части у нас идет вот такая вот масса. Так. Здесь выемку делаем через вальс, а здесь вот так вот стрихом. Сюда стрихуем, потом сюда стрихуем. Вот. Все стриховая. Это вот именно вот в этой программе. Это как будто вот правда рисуешь. Ну и не устаешь в ней. В принципе, вот если лепить, я в ней вообще не устаю. В блендер это лепить вообще сколько раз пробовал. Это лучше тогда в The Brush или скульпт Альфа 6 или, допустим, скульпт Джейл. Намного лучше для скульпта, чем блендер. Ну, не буду настаивать, просто есть люди, которые, допустим, начали лепить блендер и давно в нем лечат. И они скажут, да, ты просто не умеешь, да, там, или еще что-то могут сказать. Ну, в принципе, тяжело там, не знаю почему, но мне там очень тяжело лепить. Постоянно приходится контролировать сетку, думать о сетке, как там сетка, чтобы, ну, получается как, больших полигонов у меня ноутбук не любит. И если изображать высокие полигоны вот до миллиона, там, миллион четыре, вот я делаю семь миллионов, у меня сейчас открывается, допустим, модель, да, то пятьсот тысяч шестьсот в блендере у меня уже начинает все это дело ганать безбожно. Так, вот эти обводы, опять же смотрим, чтобы вот эти все обводы были в правильной более-менее форме, да. обводы были в правильной более-менее. Так, вот здесь вот у водка, и здесь у него подъем идет ухо, и вот так вот раз, во, и опять же убираем еще глубже. вот эту часть, вот так вот, допустим, 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 и делаем, значит, черезаль вот такую вот, опа-на, тупенку, вот она идет. Ну, а ухо, она там где-то подальше, глубина вот эта, она уходит, как бы, косиной, ну, туда углу. Ну, можно ее, там, кисточку побольше и сделать там, ну, хорошо, чтоб туда ушла, чтобы ухо уже потом, я не знаю, как это дело ретопится будет, вот эта внутрянка, ну. Так, что еще тут можно добавить? Добавим еще вот эту волну, вот. Волна добавляется, опять же, убираем клей, и чтобы все это лучше было, вот так вот, под углом и все это дело проходим, вот, докидываем верхнюю маску, вот эту дооформляем, и можно здесь даже неровное делать. Вот, теперь черепушки я, наверное, правда, неровную сделаю, тут вверху такие вот перепады накидаю. Так, ну, и здесь, здесь за счет волоса, потому что, ну, пусть будет тоже выемка. И немножко, оп, я это делаю глазером, лоб у него полукруглый, и чтобы вот этих больших не было, значит, вот. Вот видите, теперь нарисовали, чуть-чуть сгладили, и получается, что все равно это дело, волна присутствует. Ну, если вам нужно где-то ее определить, ну, чуть-чуть, вот, чуть-чуть здесь можно кинуть на край, вот, и тогда она будет видна и там. вот он, раз, два, оп. Так, а здесь вот нужно что-то делать. Ну, вот мы это дело сейчас так и сделаем. Так. вот так мы это делаем и сделаем. Ну, и на бок выводим и чуть-чуть пока-то можно вот так сделать, как будто оно тут расходится сюда. И под углом, под углом вот так, я уж. Стряховкой опять же можно подрезочку делаем ей под углом. Интенсивность, если больше поставить, будет еще прикольней. Вот. И докинем вот этого под углом объемчику. Вот. Ниже чуть-чуть проходим, верх не трогаем. Так, середина тоже немножко, оп. Так. И все. Так, стоуну. Так, нижняя губа, и все здесь вот больше массы. Во, ага. Вот, теперь верю. Но чуть-чуть здесь нужно сделать переход на в древе. Так. Еще один реф нужно. Это вот все, что получается по одному рефу. теперь давайте посмотрим. Теперь давайте посмотрим реф это. Вот в принципе вот такой у меня есть. Я его потом хотел на заставку ролика поставить. вот так, как он сметлый, да, то в принципе все попадает. за исключением еще вот побольше черепка. Так, что у него тут по губам. Так, а вот губы у него, но они при открытии, не суть вопроса. Вот видите, сейчас покажу вам. Вот она ступенция, вот он переход волнистый. Так, подбородок, вот я не добавил вот эту мышцу. Но на том рефе ее нету. Вот здесь вот побольше она выходит. Так, а вот это актер, который сыграл эту роль. И вот смотрите, что у него тут интересного есть. Вот. То, что на боковых рефах в основном скрыто, это вот центральная вот эта вот полоса, которую вы по одному боковому референсу не увидите, да. И получается ее там приходится то додумывать, то доделать. Поэтому лучше, вот видите, у него здесь большой мешок. Вот она маленькая, вот эта часть. По боковому, в принципе, ну как, это все дело поймалось, да. Вот эта выемка. Все. Вот нам теперь нужно вот эту волну добавить. Пустоту вот эту вот над губой. И нос у него так, треугольником и хрящ. Вот он выходит. Вот он. Большая вот эта часть. Так, отбита, да. Так, что еще? Ну, в принципе, вот как я и сказал, овальный подбородок. Вот эта часть у него выходит, мышцы нависает. Но вот здесь вот одна идет на замок. Ну и вот здесь у него пас. Уши у него, лопаухи, видите какие. Вот. Вот. Выем колба. В принципе, минимум над ним постарались для Франкенстейна. Ну, давайте чуть-чуть этого дела всего добавим. И, в принципе, можно уже модель завершать. Так. Вытягиваем у него вот эту часть побольше. Мешковину. Вот она. Ага. Так. Здесь у него получается, теперь за счет того, что она выведена, здесь у него получается вот такая полоса. Вот. Раз. Вот. И эта полоса идет на подрезку. Вот так. Вот получается тот же угол. Но на том резке этой части не было видно. Вот. Вот теперь это более-менее, видите, правильно. Это выходит скула. Так. По скуле у него теперь. Да. Это все дело. Ага. Подбородок у него, в принципе, правильный. Чуть-чуть может только растянуть. Добавим вот этот вот переход. Он, в принципе, появился после того, как накиданы были вот вот эти вот желваки вот эти вот. Так. И от рта идет подрезка в сторону вот так. В сторону губы. Так. Здесь волнистый переход. Вот. И добавка на нос какая. Вот здесь вот. Сейчас нарисую вам. Вот видите. Ух ты. Конка аузет не работает здесь. Конка аузет. Печальная. Сама переставляется как хочет. Делаем хрящ вот этот. За счет чего? Не за счет массы. За счет того, что мы сейчас выберем вот этот флотен. Кисточку сделаем поменьше. Поставим вот так ладверь под углом. И немножко все это дело выведем на нос. Нос у него получается тогда. Так. Вместе вот с этими пазухами он надутый. Вот так здесь идет пазух. Вот он. И вот нос за счет этого уже становится правильным. Но так как Франкенштейн, я не буду кончать вот эту часть. Потому что у Франкенштейна нос все равно был... Нос у него был значит толстый. Вот такой. Так. Ну по губе. По губе значит... Она у него в фильме идет именно такая вот надутая. Но здесь чуть-чуть у него переход. Значит вот... Такой у него переход. Ну как я и показывал. Только еще и боковая такая вот. Тут так. Вот. Теперь рот у него поменьше. И рот у него... Вот. Нижние вот эти части уходят значит к низу. Вот. Вот здесь наверное губу я все-таки губы сделаю по квадратному. вот так. Ну вот получился вот такой вот персонаж. Только... Ну в принципе и уши вот видите растопорченные. Все нормально. Так. Височная часть у него... Она так уходит. А затылочек вот это... Я наверное еще больше затылок надую. Вот эту часть побольше там. Так. Ну можно еще уши вот сзади вот эти обрезать. Треугольником подрезочку делаем. Чтобы за ухом появился вот этот камень. Так. Побольше интенсивность. Так. И немножко здесь вот складку тоже делаем. Интенсивность поменьше. Теперь выглажу. И получается, что можно кисточкой так вот провести. Вот. А здесь выгладить. И получится дополнительная складка. Которую можно еще клеем немножко вот так вот докидать. Вот. И немножко здесь дать толщины ему. Так. Это уже бисквей. Просто одновременно так. По боку провести. Вот. Чтоб потолще было ухо. И сделать его немножко вот сюда поровнее. А эту часть еще больше чуть-чуть увести. И он как бы нависает. над этой штукой. Так. Немножко мне такой вариант что-то не нравится. Оно-то я уши если уменьшу. А здесь массу дотяну. Ну. Вот такие уши в воде получше будут. Вот. Вот. И лесочную часть. Чуть-чуть надуть. Чуть-чуть гладить. Вот. Все. Теперь добавляем. Видите. The Brush. Добавляем какие-то именно детали. Которые не были сразу замечены. Допустим. Такие вот. Там где-то. Слизняк этот добавить. Вот этот вот. Допустим. Вот так. Посмотреть. Возможно придется еще где-то глаза чуть-чуть растянуть. Где-то там побольше еще накид сделать. Эту. Скула у меня вот эта маленькая. Но я хотел бы ее сделать больше такой как вниз вытянуто. Это уже мои хотелки. Вот. Вот. Как-то мне так больше нравится. Если вам вот захотелось какую-то деталь там изменить. Ну конечно. Если конечно требований таких больших нету. Да. Персонажа. Если вы не на заказ делаете. то. В принципе меняйте. Пал Ridge. Она очень agesha. Ну что ж. Она очень важна. Пал Ridge. Ну или пять, на каждом этаже. НаIA polling не�로. Можно проверить acabou. итак вот такой результат все всем пока до свидания теперь покраска добавляю веки ну и все отделяю челюсть нижнюю и можно сделать под анимацию все будет зашибись но если добавить тело добавить к этому телу вот эту бушку чуть-чуть доделать может что-то то получится неплохой персонаж все всем пока до свидания